Так, у нас сообщение Официальное заявление от канала V1 Multigaming Очки для повседения Внимание, через 5 минут вы должны забыть это сообщение Но на 5 минут я вам говорю V1 Multigaming 4 января собирается делать новогодний стрим Чтобы их новогодний стрим прошел с хорошим настроением Вам нужно закинуть определенную сумму денег Единственное, что вам нужно, это 16 цифр на карте CVV-код и дата окончания вашей карты Также вы можете набить нам хлебальник Не знаем зачем, вы можете просто пробить бесплатно Теперь вы официально забываете эту информацию И идете себе по делам А мы начинаем Всем привет, с вами Дэн и... Вархаммер И мы хотим подвести итоги 2020 года В котором крыса и год крысы по факту испортил всем Можно сказать крысу год Потло, нагло, жестоко оставив людей на самоизоляции Кого-то без денег, кого-то без еще чего-то Но как-то этот год прошел, как-то мы его пережили Всего хотят сейчас выкинуть вперед ногами Кто-то пинком под зад, кто-то за ноги, за руки А мы просто решили... Ну, даже мы не выкидываем 2020 год В данном случае мы просто решили сказать, что у нас вообще на канале за этот год произошло А произошло достаточно много всего И во множествах играх я сказал бы сейчас Давай по-каку с очки, всем все Какой-то, они выпид変 apare graph Они выкидываются Они кринж Теперь нормально Я, пожалуй, начну с... У нас, получается, мы будем рассказывать сначала С периодами, как у нас все происходило Я начну со своего Это январь- chama Любые ты Ну, как, 100% он не мой То есть я... Не я, только так вдвоем все-таки видим канал и как бы мы вдвоем выкладываем контент но решил что первую половину она больше мы моего моей части больше касается что не является правой поэтому начну пожалуй я первую очередь у нас был новогодний стрим 4 января мы впервые наверное мы с тобой это обсуждали впервые вообще долгое время делали очень много контента в преддверии стрима то есть чуть ли не каждый день но точнее я просто тебя заставил наконец-то делать ролики на канал это правда потому что были моменты в нашей истории канала когда я выпускал был на один ролик забит были потом очень долгие разговоры болезненные и непонятно что вообще будет дальше с каналом увидеть как канал живет мы пережили эту фазу такой легкой депрессухи стресса сказала потому что депрессия тоже конечная стадия поэтому у нас был новогодний стрим в преддверии его там тоже выкладывался контент как я уже говорил ну этот стрим сложился я считаю неплохо для одной стороны вот точно вот у нас доступ по ссылке трансляции лёха если ты и ставишь потому что кто-то должен был сделать нарезку а до слова нарезки как бы трансляции то есть нарезки то нет она была бы еще много не ставить в видео могли вас в автомобиле то шапажит подсказки перевести вас на этот ролик чтобы поняли весь сюр ситуации но если кратко объясняю то мне выпало очень хорошие скины лёхи не очень и туха за это поплатился он выпил достаточно много под конец его совсем подкосило там еще в чате немножко провоцировали шабдата лопить но мы сдержали этот удар мы каким-то чудом смогли в этом состоянии разыграть наши призы для нас это уже такое сведело в ухом состоянии это в первый раз у нас были факап черный экран показал вместо розыгрыша и что самое ироничное выиграл один из моих друзей я прийти с основной природы все равно ситуация первого стрима первый стрим у нас был в семнадцатом году с нашим пьяным опен кейсом был в том что как раз обычно в розыгрыше всегда пытается первое что избежать от так называемого кидалово когда люди людям передают призы их которые полагаются как победителям продаются друзьям семье еще кому-то но у нас по стечению обстоятельств но реально лёхин ему другу просто взял выпал там скин был по-моему да ну мы туда нож разыгрывали а ножик вот ножик был и и вот он выпал ну вот потом у нас таки факапов не было у нас там в дальнейшем были факапы по звуку в 1 дом из стримов когда мы у твоего друга стриме ли были но мы потом поняли что вот эта бандура через которая говорил она особо для только вот для того таких близких и так сказал бы разговоров поэтому лёха приобрел в дальнейшем квадкаст я могу сидеть на такой образ и вы нормально слышно и не слышно никакого эхо не банного еще да поэтому выкрутили считая из этой ситуации в общем дальше раз как новогодний стрим прошел мы такие удушевленные в эту же ночь мы придумали еще одну рубрику которая в дальнейшем расскажу дальше у нас был как у меня написано по сценарию кошмар у тебя записано с другой стороны заключение они сценарий да потому что я делаю на листочке которые уже использованы вот сценарий так вот кошмар с бандикамом объясню что это такое я записывал ролики у меня бы старые ролики были по nba тут есть 16 баскетбольная игра естественно спортивный симулятор проблема была в том что дэнтэбой мэдикам скачала вот на него так называемый крек то бишь фул версию дэнчик не скачал точнее у дэна была купленная лицензия но он ее проебал да все правильно и в итоге на этих роликах был бандикам точка ком и получается там была серия называлась как ну и учиться играть в контур в этот бандит окей 16 так вот и все нормально пошло там эти ролики не особо зашли понять я пушить не особо потому что было за разряда хуя хуяков продакшн продакшн как мы обычно говорим дальше у нас был после этого кошмара с бандикам который дился там буквально два-три видео но он прайм м м вода великая рубрика напомнили все и в чем сути было пойти играть на новом абсолютно аккаунте в контр-страйк благо он бесплатный в нон прайм который прайм дается настолько либо за первого уровня либо за 1200 рублей да но он прайме происходит полный трэш ведь каждом а есть куча читеров и соответственно первые несколько раундов они не подрубают еще но потом когда ты начинаешь их пиздить ногами они начинают подрубать и уже пиздят тебя ногами вот как-то так найдет в итоге это рубрика проделась недолго потому что лёшина терпения в какой-то момент лопнула потому что когда у тебя в каждой катке читеры это так себе я думаю те кто играет в контр-страйк на любом неважно фейси ты мамы и так далее знает что это такое после нон прайм м м 12 января происходит событие которое начинает наш календарный год в плане контента и 12 января первая трансляция рубрики кейсер на прокачку где суть этой рубрики в виде подобного который подопытного который был я я как человек который до этого не касался контр-страйка где-то районе почти года но там нет получается максимум вот нас тремя играл и там еще до этого 2 2 3 катки сыграл на не более я по факту для себя заново открывал контур-страйк открыл честно скажу тебя я контур-страйк от периодически захожу получу удалось во первых к если на прокачку дало мне на первое время опять же мотивацию что я играю им хотя какая то есть цель а не просто так бездумно потому что бездумно у меня всегда заканчивается после второго третьего раза и к если на прокачку 12 января был первый стрим 15 января вышел первый выпуск к этой рубрике и легкой естественно мы с ним концепцию прорабатывали что я играю потом мы с ним забираем демки и сначала было получается у нас как четверг я отдавал себе стрим то есть у меня тренировочная такая катка была катки больше там 2 2 3 пангу и в воскресенье он прям в прямой эфире смотрел рубрику видео как silver и хреново кидают гранаты абсолютно не попадает в тайминге кто-то хреново зажимает ваш покойный слуга не исключение как человек который пять сколько там четыре месяца пытался научиться как зажимать скалаша вроде как один раз получилось а потом за то абсолютно забыл шку зажим и в итоге это все продлилось до мая но в этом промежутке что что это же что-то было итак начало переводов но перевода не начались гораздо раньше правда мы там и до этого экспериментировали это в году с семнадцатом если по напомню с роликов сша у дом мишка на гарри смотр переводили время не писать как гарри смотрю будет тяжелее перевести вот легче перевод реально то что сейчас вот привожу с канала скорый спортсу реально легче перевести чему-то ну тогда может вдвоем переводили один одну часть другой трой части да видео так вот и дальнейшем начались переводы кстати где-то в декабре январе я сделал перевод по отмене и матчей китайской лиги по лига в леджинс как раз из-за коронавируса кто знал через несколько месяцев начнется мировой коллапс но наверное кто-то догадывался кто-то запаса кто-то решил про вафлиц как говорится дальше прошли продолжились переводы в марте выходит как я написал ересь я подъелись имею ввиду что мне периодически приходили очень шизанутая идея весь так мягко сказать я думаю лёха вспомнит был ролик гейминг головного мозга выходил в такой ролик был еще ролик топ-5 лайфхаков на карантине я сейчас вот буквально пока готовился пересмотрел эти ролики я говорю что за бред но охрененно особенно гейминг головного мозга когда я подумал почему бы за счет вставочек которыми аж объемом на 45 гигабайт почему бы за счет них по факту не сделать целый ролик так и получилось поэтому сейчас по подсказке вылетит гейминг головного мозга вы можете посмотреть что из этого получилось дальнейшем после вот этой ереси в этом же марте 13 марта если быть точнее выходит первая серия lights out по формуле один да но она вышла сына в обычном в обычном виде который обычно подход на формулу чисто комментирование вот но это был последний ролик в чистом комментирование со второго ролика lights out уже пошла то концепция который я хотел изначально то что мне изначально хотелось посмотреть что из этого все выйдет как это правильно все монтировать озвучивать чтобы к 20 формуле уже подготовить эту рубрику на другом немножко так сказать уровне вот ну мы говорили об этом и лёша говорил нас на нескольких стримах об этом что рубрика конечно немножко похоже было на рубрика который делает затмир но так все делают по карьере но но немножко у каждого там концепция немножко отличалась но по факту ну да все играет в один режим вот это если чтобы я объединяла а кто и как изворачивается тоже 2 азат мире кстати мы немножко почту поговорим только немножко другом контексте но это пока я полчик попозже дальше был еще вот как раз я для себя отдельно вы прям отдельно сделал вот нынешняя обложка золотого дробовика который есть она как раз из ролика топ-5 лайфхаков на карантине я ее назвал гопник стайл гейминг где этом в костюме спортивном костюме и в штанишках пытаюсь это гопник тайм сделать ну если кто видел золотой дробовик понимает что блок ник тайм там раз на раз не приходится дальше апрель вот это был веселый месяц под названием хайп на валорант да тогда вышла бета-версия которая точнее началась открытая бета-версия но открытая в кавычках потому что чтобы получить доступ к этой бета-версии ты должен был смотреть странные стримы по валоранту и надеяться что тебе дадут доступ кому-то давали быстро кому-то очень долго но по итогу я то получил и мне в принципе изначально было поинтересно посмотреть все таки что это из себя представят хотя изначально уже понимая концепцию игры я понимал то что ну если вы пытаетесь этим убить counter strike то нет вы ребята обосретесь и спустя почти больше полугода она так вышла в ларант никак не особо не повлиял на counter strike ну мы можем говорить что и в ларант до сих пор не проводит таких полноценных спортивных турниров не ладно он повлиял только на северо-американскую сцену контра страйков потому что оттуда послевалось много игроков в ларант ним именитых достаточно недавно новость вышла что гитрайт бывший игрок легенды counter strike а тоже переходит в ларант но как здесь понятное дело что игроки в counter strike переходит похожую игру по концепции а изучить всякие перки и все и персонажи это не так трудно поэтому люди просто адаптируются к тем условиям которые у них есть просто решили все на старости лет попробовать себя что они все-таки что-то еще могут потому что уже уже выжили себя в counter strike кстати в этом же апреле у нас выходит как осталось слово в ларанте выходит ролик который имеет сейчас третье место по количеству просмотров у нас в 2020 году это валорант кс го убийцы или провал но и это получается ролик который наверно за всю историю собрал самое большое количество дислайков ну там получается ну потому что это мнение личное мнение с которым на тот момент когда хайбу по валоранту не особо люди были согласны и да есть 413 просмотров этого ролика но все но есть какие-то даже есть в наших комментариях на ютюбе если вы не знали есть фича где всякие запрещенки если кто-то пишет комментариях они сначала на модерацию отправляются потом уже если вы хотите опубликовать опубликовать можете опубликовать и там люди писали не самые лицеприятные слова слова не только про игру кс го про и лёху самого как личность и так далее так далее но мы как-то мимо все это уж уж и как это просвистели записали по моему еще записал ты по моему ролик еще один после этого когда уже поиграл спам помню да ну на изучает ролик был сделан до того колоранд вышел в открытый тест туда был только результат что он скоро выйдет вот я сделал на ролике уже свое мнение вот ну и потом уже после этого сделал ролик именно после сам толку я поиграл и в принципе особо моими не сильно не поменялось и еще плюс учитывать надо что и плюс еще я сделал ролик перевод который тоже касался в ларан там он был похож по факту на то что делал лёша только уже на русском языке а я просто иностранный материал привел на русский потому что он был еще пару дополнительных мыслей неплохих по поводу самой игры закончился этот хайп на воларант мы переходим ладно конец апреля 24 апреля выходит 1 видео обзор чемпионата о срw которым участвовал алексей на раз ездил у них коем-либо чемпионате вот так что портал я знал я знал что какие там гонщики гоняют вопрос был только в том кто как гоняет на болиды формула 1 2004 года то вас эту не играл провалился от вас это короче знаю то что точно не знаю то что скорее всего у болиды 2004 года был тракшн контроль вот и одним из условий участия в этом чемпионате то что тракшн был выключен у болидов и с этим было связано тем то что народ начинал ныть но это то что дайте хотя бы немножко тракшна вот но мое мнение то что хорошо что дни сразу не пошла на поводу пилотов большинства и не вела тракшн то что все таки но такие болидах очень хорошо показывал как ты управляешься газом вот в принципе чемпионат проходил неплохо наверное первые три этапа потом все пошло потихоньку на спад начал народ уходить и к концу чемпионата в предпоследней гонке мы гонялись уже на второй трассе мы идут две гонки проводился на одном этапе вопрос втроем вот и это был предпоследний этап последний этапов в принципе не было вот хотя к нему попарше готовил исключая меня но его просто не стало администрации ничего не писал даже по этому поводу ну и как так закончится чемпионат хотя начинался достаточно интересно но обидно то что людей никак не попытались держать и банально удержать можно было просто штрафными санкциями на портале что вы сейчас просто ливнете без каких либо ну бесколи предупреждения вы просто не поедете там прям будущих чемпионов портала и так далее вот стоит еще добавить что как алексей говорил про то что на последнем на предпоследнем этапе было три человека а у srw дополнительно к этому запустил в этот же момент момент чемпионат по сайте курсе компетенционный и и и этот чемпионат был отменен чуть ли не даже первого этапа не провели получать 5 отменили то есть половина гонщиков которые гонялась в этом чемпионате срw на болидах f1 2004 пошла готовиться к тому чемпионату и в итоге этот чемпионат благополучно них капитулируем помягче выразиться ну лет чемпионата срw прошел и в дальнейшем после этого чемпионата было ну мая получается у нас такой был стандартного плана там выходил lights out выходил хайсер на прокачку и два события которые стоит отметить 28 мая это мое личное достижение я впервые в жизни на свой день рождения решил провести новогодний стрим символично что это был получается последний выпуск каэсера на прокачку ну то есть я провел получается 18 выпусков получается 18 я сделал и после этого был указ этот новогодний стрим который вроде как подкатил к этому моменту мы уже с лёшей обсудили что проект нет смысла больше продолжаться на тот момент потому что у меня не было мотивации который ему открыто сказал он уже не видел он уже видел что я особо не горю желанием вообще что-то делать и естественно 31 мая выходит нас ролик на канале который вы можете видеть по шапке подсказки это что 31 мая мы закрыли не замор и даже будет правильнее сказать заморозили проект каэсер на прокачку и и данные и мы получать и делали набор на эту рубрику но к сожалению на набор не пришли да никто заявок в принципе даже не оставлял хотя у меня были ожидания что хотя бы я увижу там одну может две заявки но по итогу вообще ни одной фиг бы с ним минус рубрика на канале как бы минус геморрой и получается 31 мая и мы мягко перетекаем в июнь и я мягко передаю слово нашему коллеге алексееву так 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 паника паника так фухса собраться так что у нас было блять паника паника ладно начало июля в принципе плейсер был уже закончился у нас вышла формула 2020 наконец-то в принципе еще начался чемпионат формулы 1 в реале наконец таки но мы будем затягивать все таки вещи ютубовского в общем да выходит формула 2020 соответственно у меня какая была концепция по видео это опять же lights out но немножко другого уже формата уже более допильный который хотел сделать в этакой манере сериала вот по типу drive to survive но немножко в другом немножко по-другому основном освещалась та команда которая ехала бы все вот соответственно я планировал сделать многоголосную озвучку уже более-менее то есть дэна позвать озвучить там вот но я понимаю то что сейчас пока все я проеду я сниму это займет месяц полтора в лучшем случае ну может ладно за месяц я бы управился просто гонял оба каждый день вот потом это надо все смонтировать придумайте как это все правильно так в хронологическом порядке поставить тому подобное короче в лучшем случае я считал что где-то подобные ролики вышли бы может быть сентября может быть даже в декабре в октябре вот и при этом я только вышла соответственно по у нее щас идет хайп и как бы вопрос в том то что либо я сейчас делаю ролики как это было по лайц аут я все и в едином ключе озвучиваю либо буду ждать типа ну пока там все но я я смогу сделать нормально эти ролики потом вышла на будем хайпить на том что есть и начал делать лайц аут так как он был в 19 формуле но благо был еще режим моя команда который мне кстати немножко в этом плане помог то что я все равно планировал делать типа аля какой-нибудь своей команды при этом соответственно заменить какую-то команду в игре вот ну и по итогу да так начнились у нас выходы lights out а потом в конце июля на канале zmiro и причем чисто случайно набрел на это видео выходит анонс его лиги вот и уже в тот момент в начале 20 формула я думал то что может быть надо уже в этом году попробовать себя в больше в онлайне но не в обычном онлайне где творится просто трэш и садами а в нормальном в лигах где все более сборивали более-менее спокойно можно спокойно гоняться сражаться бороться вот и так далее и соответственно тут еще и анонс такой ну почему бы и нет благо лиги были еще разделены на помощники где-то были разрешены все помощники где-то вообще ничего вот естественно тоже мне подозревал интерес то что я все время гонял без помощников с 18 формулы когда как раз начал записывать видосы по формуле 1 вот но потом в конце июля у меня там получается проблем с дроби небольшие поэтому этому немножко пропустил моменты связаны с за это файл там с тестовой гонкой но благо успел попасть на так сказать свободные заезды и там уже показал хорошее время и обеспечив себе место в лиге август у нас продолжается уходить там переводы там назад он стримит кэску иногда я в уху укладываю lights out и но и середина августа начинаются уже первые этапы за это файл а где даст середина августа только недавно делал видео под трибюта и красном вписывал дату сейчас уже не помню особо города в середине вот австрия первая трасса принципе все шло неплохо в принципе на все видосы по зато файл точек каждым там у нас есть видосы кроме монако но с монако там другая стас произошла но это уже был сентябрь как раз и мне один из друзей дружбан предложил поехать в брянск неожиданно негаданно то есть грубо говоря это было пятница я еду уже домой после таскать рабочего дня вот и мне друг пишет погнали на следующей неделе к нам бронска играть лан турнир точнее нет он сначала я просто предложил приехать посмотреть в принципе изначально уже идея посмотреть нет такая себе была и тратить деньги на то что просто их посмотреть как играть не отруганным и плюс улицу сними ну такой себе вот но потом у него что продолжение поиграть на в команде и тут я уже точно соглашаюсь и еду соответственно у меня больше третье нового дружбана проехал с нижнего и уже вместе с ним и поехали есть также видосы из этой поездки на канале да так что вы можете посмотреть и что да как оно происходило соответственно перед отъездом я проехал та самая монако это был треш это в принципе монако и онлайн это такие две несовместимые вещи максимально но у нас попытались их совместить и вышла конечно же вышел обосралась так сказать такого количества бомбежки причем не только от лёхи а вообще все кончиков так как они одну дым посмотрел а я не видел даже киберкотлета за т.ф. олег нападовский но очень много недоволен короче был весь и кратко говоря этапом даже при том что он финишировал сутки 1 с последнего места как всегда почему после этого в лиге был крик ухо прорыв на плодовского это означает что ты из так называемых ебеней доходишь до вершин из грязи в князь почти каждый этап он плоску подобный было кроме в вьетнаму вот в вьетнаме он квалифицировался это я точно помню вот естественно после брянска я приезжаю и тут же еду этап уже в италии то есть причем я приехал в воскресенье я особо вообще не спал нифига нифига не готовился ну конечно италия да с одной стороны простая трасса ну там есть некоторые нюансы по ней но в таких условиях я умудрился проехать самый лучший свой этап в zfl потому что в основном у меня происходили играл обосрался большие опять же вы можете их все увидеть на канале есть плейлист отдельно мы сделали недавно zfl поэтому там все этапы которые есть нарезки там можно спокойных увидеть вот соответственно заканчиваются нас уже zfl потихоньку за начало октября я начинаю думать каких лигах мне продолжить гонять но я понимал то что у меня еще будут момента сняла быть лишь больницу где-то в конце октября скорее всего поэтому надо будет подумать насчет еще лик потому что мне придется пропустить скорее всего где-нибудь там один может быть два этапа вот соответственно нашел я лигу риску вин принципа смотрел по календарю подумал ну ладно такие как раз максим две гонки я смогу пропустить и продолжить участие вот как раз нас в октябре что там продолжалось все выходить там лайтс ауты им обзоры этапа кэрид тут нет золотой двоих вышел наибли точно там дэн просто переводы делал там надо стримил к скум вот а нет тревиадор тревиадор наиболюция да 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 вот и наступает ноябрь естественно в больницу дэн там начинает свою рубрику золотой дробовик где он хотел за два оставшихся месяца дойти до севера первого до полковного 1 вот то я же заказ был больницей думаю ну ладно подогреть ему интерес к этому чай же сказал если ты дойдешь до конца года еще и долгу в новой тече касается это как бы заданочил но конец года мы знаем результаты на верту вот ее как бы да я ухожу из больницы продолжаю уже выяснили еду третий этап точнее второй этап для себя третий уже был в лиге вот но лига такая была достаточно андеграундная несмотря на то что у них там в группе публикуются различные интервью с пилотами вот по типу реальных нам конечно не видит вот прям полней ну да какой-то официоз хотя при этом лига никак не освещается нигде никакими стримами ну то есть я даже стремил этот момент но там никаких услуг нету я не просил укладывать их вот и в этот момент в принципе я в средине ноября начинаю общаться уже опять снова с эльписом с человеком которым я ездил за это файля боролся активно вот он мне пишет то что он там начал в лиге пк т ездить в дивизионе б я еще до окончания за это файла там получил тоже можно было поехать тоже в логике пк т там как были тестовые заезды вот и я подумал тогда и решет ушла на не буду ехать потому что я лягу больницу и как бы не хочу там проигрывать лишние этапы но вот эльпис мне сказал про лигу я подумал то что ну почему бы не пытаться залететь в виде замены вот значит в итоге зашел зарегистрировал как замена соответственно видел там немало людей которым я ездил за это файля и собственно первый этап в теории я мог поехать в азербайджане но в дивизионе c не дай бог да зная нынче как гонять дивизиона c возможно это было хорошо что мне в последний там за два часа до начала этапа мне сказали что типа нет братан ты не поедешь вот тогда я немножко конечно расстроился сказал ну да и хуй бы с ним вот благо через на следующей неделе уже после этого этапа мне пишут вроде бы как раз куратор лиги дивизиона б и говорит хочет ли ты поехать в рейсинг-пойнте основной пилот для такой ясен пень хочу и все с этого момента я стал основным пилотом в рейсинг-пойнте в дивизионе б где как раз гонял тот момент уже элипсис и судя по этому киеве ближайца то я понимал то что ну заруба будет жесткая вот соответственно какие мои действия чтобы в эту зарубу хотя бы ну вытянет со свидетелем это 30 минут тайм атака все вся моя подготовка на это была закончена и тут случается первый этап опять же обзоры на любой этап пока ты можешь посмотреть на канале вот так же по поводу еще этого есть за это файлы и пока то есть еще видео на канале названием трибьют вот тоже посмотрите все три минуты идет вот ну и участвует соответственно моя первая победа в лиге то есть даже не просто не просто подиум 1 а был пену первая победа первый подиум теремок себе еще обеспечить и в рейс в виде это в сингапуре но там все пошло через заднее место когда я я развернула вот но хотя бы сейчас думаю скорее все стал тот самым переломным моментом когда я начал ездить в более стабильном вот ну и как-то так она в по итогу сейчас от декабрь нас уже по хронологии наверно идет опять же уход выходит куча видосов по лигам различным потому что я гоняюсь гонялся в аж трех лигах по сути то есть одна раз войны 2 2 дивизионного по кт это б или а средственно гонялся в б очень хорошо меня начинали уже душить словами пиздуй в а дивизион я говорю харай душить тупо уже на каждое интервью шоу с это с ебалом пепе кис тупо веревку на себя накидывал вот но и потом уже после третьего этапа мне как раз таки иван который является менеджер хасом нет нет уже два этапа проехал заменой предложил уже стать основным пилотом я сказал то что подумаю после канады уже точно пишу ну и соответственно я подумал то что это принципе достаточно хороший вариант перехода в а дивизион потому что да в б дивизион я могу сейчас выигрывать смогу там и чемпионству поворота за него и забегать вперед после канады я оставал от лидеров там 13 очков вроде бы хотя ты кстати я тоже видел эту таблицу ты же мог бы половину получать четыре этапа пропустив ты мог чекат весь выиграть я попустил при даже этапов и сначала эти вот но я расследил так что окей уровень пилотов б дивизиона по типу гридона проебаки фаерга да у нас он более-менее равный естественно я могу бороться но по итогу да опять же равные противники это не даст мне того что мне не будет меня подталкивать к тому что я буду улучшать свою езду в а дивизионе есть такие люди это мэдшот эмирандикс который вот очень быстро по отношению ко мне и соответственно есть куда расти вот и средства когда ты видишь таких быстрых плотов тебя появляется мотивация до них вырасти попытаться и все-таки ехать быстрее чем они вот я подумал то что ладно канада завершится завершил я так сказать с огоньком вышло все почти так как я и задумывал мне надо было пасть комментатором сказать о том что я вот возможно уже перейду все-таки во дивизион я подумал как можно пасть комментатором первое это выиграть гонку ну вариант такой меня может быть там тонче вынесет еще чуть случится тому подобное это не верняков вариант вариант второй стать пилотом дня что для этого нужно добрали стартой с последней позиции приехать там хорошие очки и за то что ты играешь там четыре с позиции ты станешь пилотом дня но я сейчас выбрал второй вариант как бы просто размотавшись об стенку в квалификации чтобы гарантировать себе последний старт я по итогу стартую девятнадцатого места но старт тоже выдается весь весело ну в принципе на описать этап не буду видео есть можете посмотреть а я кратко извиняюсь клянилась очень нереально сегодня пару материалов при подготовке посмотрел тот этап который был канада войсер w к там же два было старта реверсивная решетка работала так вот один из стартов в принципе по концепции очень сильно совпало с тем что можно увидеть в пк теди вебет оба было то же самое один развернулся у него вклинился почти весь пилот он ну там же по факту старты были похожи и там вот тоже ты же ну артала учили не последний а канат да 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 я вспомнил да но у нас тогда был все-таки рестарт сразу же вот это потому что сказали не так дела не пойдут но это более гуманно слову немножко спойлерну люди и в дебе б после этапа канаде хотели листар это как бы заново проехать и аннулировать результаты потому что не всем понравилось то что творилось в гонке а вот что творилось на а что случилось с одним определенным гонщиком который вы можете узнать по ссылке в описании по подсказке которая уже вылетела там это отдельная история вообще вот мы по итогу вот год оканчивается последним этапом по кт уже а дивизиону я ехал как полноценный пилот уже а дивизиона ну и принципе неделька в плане лиговых гонок вызвалась достаточно интересный потому что каждый старт у меня проходил с далеких позиций если в первый раз это будет было направлено второй раз это просто стечение неудачных попыток и третье то это стечение уже того что не тренировался тоже исходить лиги мне удалось заезжать мать его хорошие очки вон пока то это третье второе место но забегая щас чуть вперед у нас то есть такой интересный момент то что гонщик на макларене целенаправленно скрыл свою настоящий и настоящие фамилию поэтому возможно его дисквалифицирую вот такие инсайды но поскольку он упадет вот и рисуем это четвертая позиция ну промок на поле приехать но он момент стать и много не удался вот то есть время удалось проваться и такая неделя прошла под педы нападовского чисто из жопы мира прорываюсь и приезжая хорошей чеки вот алинардин ну да ну и вот как то так оно прошло по итогу сейчас последняя неделя входит нас куча видосов там он 29 числа вышло аж два видоса это дивизион а и lights out то что ребят обязательно смотрите видосы надеюсь вам понравится но вот я еще отдельный привет передать формулы ван менеджмент да который меня заблокировали по итогу lights out 13 выпуск поэтому пришлось немножко его видоизменить и вставить туда фрагмент чтобы избежать этого бана повторно потому что в тот момент недавно прошла как раз заключительная гонка в f1 esports и она прохерил тоже бразилии соответственно скорее всего посчитали мой фрагмент то что это типа копирайт из их гоночной лиги хотя это далеко не так и оригиналы этого фрагмента у меня хранились еще с ноября месяца просот решил смонтировать его только сейчас но не капитулируем ролику но жалоба пока я дружить по жизни пройдет поэтому а ролики есть запасе поэтому ничего страшного хотелось бы отдельно уже по всему расскажу добавить пару слов это первое то что арестом писту второй сезон в т.п. к сожалению этот мир как символично что а кстати отдельный привет если смотришь шук тебе сани огромный привет ситуация в чем или об этом знает естественно мы вот обсуждали этот мир если когда он объявлял лигу он делал чуть ли не отдельный ролик по ней а вот о том что второго сезона не будет он уже немножечко скользь в общем если кратко дайте ему у него на стриме кто-то спросил будет и второй сезон за т.п. он ответил что как поскольку не заинтересован больше этим заниматься ну лично его дело я тот и об этом узнал принципе особо так неожиданно когда я зашел дискорд и смотрю что мне код сервера не хватает и я понимаю какого именно не хватает пытался также найти информацию нигде не нашел потом уже от эллипс узнал то что за это в принципе типа и уже второй сезон не хотел делать типа ему не хотелось этим просто заниматься ну делать человек как бы но как по мнению просрал такую неплохую возможность неплохой лиги вот потому что есть соседи так как есть пока ты есть лига которые и гонщики пока ты не принято говорить есть это лига где к в основном катик гоняют очень сильный кибер-катлеты особенно в мастер-лиги лин называется там гоняется эти все кибер-катлеты как на подовский плюс еще ну как сказать правильно сказал лишь это личное дело за это мы можем сколько угодно там конспирологически теории строчном и конфликты личные были но могу сказать одно как человек который зритель смотрел за тфл мне наверно за тфл больше всего приглянулась потому что очень ламповый атмосферу создавал и то там grey и создавал очень за это не очень такую ламповую атмосферу создавали и очень приятно было гонки смотреть конечно не все шутки ярика были смешные если быть так честно но что же поделать у кого у каждого разный юмор и ну зато удачи что сказать карьера то у него осталось до сих пор на канале он перед не перестал выпускать и выпускать до сих пор тем более я надеюсь просто что за это хотя бы сможет свой фанаке как мы его все называют гонщики компания фанатек у нее там целая база поэтому надеюсь что он как-то и может все таки в онлайн-лигах реализовать и все таки за это не будет там помимо своей лиги может еще день поучаствовать это уже личный вот дело и хотелось бы еще сказать наверное лёха давай расскажем о планах на следующий год да на самом деле этому видос уже второй раз записываем потому что изначально планы были на следующий год следующие перейти просто на одну игру под названием контра струк но мою голову ударила идея то что мы не знаем какой контент будем пускать поэтому мы решили остаться на том что у нас сейчас есть вот и в принципе принципе лично я в двадцать первом году хочу идти больше в сторону sim racing г вот не только формула в будущем еще другие игры пока что на примете у меня р фактор второй вот и купил я его не ради только там тоже есть формула но в основном за счет ну я купил для эндюранс серии то есть это всякие лиманы все блинги и так далее вот хочу попробовать себя в этом все вот так же так же на канале на канале спустя полгода возрождается рубрика какой сер на прокачку в скобках теперь это будет сильвер на прокачку ну сильвер вы видите слева на экране будем прокачивать его скилл потому что рубрика изначально начиналось неплохо но потом она просто превратилась где-то с апреля в рофл на прокачку по другому ее не назвать я просто каждый выпуск сидел уже тупо рофл с того что происходит в игре какой просто пиздец адовый творился в этот раз такого не будет мы будем подходить всем профессионально и научим данное играть и поднимем его скилл с дна марианской бадины буду как товарищ сирон который пытался каждый раз я создавал ученик сначала он до глобала если не доходит удаляет канал в итоге за полгода его набрал и потом фей на фейсити пытался дойти до 10 уровня дошел до 7 а потом в армию забрать по контракту вот так что пока мне лично меня такие планы дэн там кит у тебя есть планы я наверное скажу так что лично мои планы это вот к с наверно будет как сказать main игра и стримы по ней будут и думаю и естественно выпуске я думаю мы закольцуем золотой дробовик и после этого постепенно будем входить север на прокачку можно там и оформление новое сделаем и хотелось бы еще сказать что мы ну у нас есть пару планов моих не будем разглашать чисто что есть есть психологический трюк если рассказал о планах на будущее то есть ощущение что в башке ты уже это все сделал и сразу пропадает желание что-то делать поэтому и мы с лёшей знаем какие-то примерно планы касаемо канала там и так далее так далее но я раскрываю здесь не буду я думаю подписывать на нашу группу вконтакте и вы там точно узнаете первыми во всех новостях нашего на канала также сказал бы также хотел бы еще сказать что помимо к с еще периодически буду играть другие игры они будут скорее всего бой большинстве с вами на твиче так что наши твиче они и лёшины мои тоже находятся по ссылке в группе вконтакте там есть отдельно чуть не вкладка поэтому я отдельные игры наверное буду какие-то стримить и еще наверное пару рубрик может но в рубрику точно нас 1 будет а вот дальше посмотрим как душа и идея голову дарит ну да так что вот на этой неделе у нас после нового года выходят ты интересных видоса которые готовят и после этих трех видоса 4 числа будет тот самый новогодний трешовый стрим с алкоголем blackjack'ом и всеми вытекающими последствиями так что обязательно ждем вас также не забывать про розыгрышка у нас проходится в группе вконтакте итоги которому также на этом стриме опять же мы будем же отметку гашеные полностью поэтому это будет интересным разыгрывать их ну вот но и я не знаю лично что еще можно добавить будем на стриме пить кукукова и воду ее самую и кукукова за корабелькой именно и и кокосовую воду да понятно дело что мы имеем ввиду под кокосовой водой к кукукова с карамелькой ну кукукова с карамелькой там еще можно варианта ну вот кокосовая вода это очевидно как так вот я думаю на этом можно все рассказали хочу вас стакан подниму не знаю зачем хотел бы вас поздравить наступающим новым годом желаю от от имени нашего канала виде мульти гейминг желаем вам части да понимаю люди вы сидели очень много на карантине кто-то занимался одним кто-то пытался убить сколько другим но желаю чтобы в следующем году помимо того что вы уже выкинули двадцатый год вперед ногами были все таки добрее другим людям потому что они будут они попали в такие же условия как вы помимо того чтобы быть добрее беречь близких в этом году это особенно стало актуально потому что многие кого потеряли и хотелось бы чтобы все у всех было все хорошо ну так же финансового благополучия мне кажется можно каждый год желать в данном случае в этом году особенно пожелаю чтобы здоровье было покрепче то есть если у вас хронические заболевания и так далее то быть осторожны даже надо быть но быть осторожны даже если не было бы этого коронавируса но все таки и хотелось бы пожелать всем счастья здоровья и опять хорошо новый год не напивайтесь сильно хотя кому это говорю так что желаю вам всего хорошего и наверное отметьте улыбайтесь и встречайте новый год с улыбкой да поздравляем вас с наступающим двадцать первым годом самым главным ребятам не болейте берегите себя своих близких используйте средства самозащиты томаски перчаточки все дела вот и на этом уже все с вами был вархаммер и подписывайтесь ребят на наш канал вступайте в группу в контакт чтобы не пропускать анонсы в различных стримов и также возможно еще чего-нибудь и все пока пока и удачи вам одна вещь участвуйте в нашем новогоднем розыгрыше ссылка на него есть в описании именно да ну теперь точно все пока пока и удачи всем до скорого